Всем привет! Люди веками изучали планету и, кажется, успели разобраться практически во всем. Да, остаются неисследованные пятна на глубине океанов, но человечество уже устремилось в космос. А значит, планета больше ничем не сможет удивить. Верно? И все же иногда природа дает сбой. Порой это происходит при участии человека, а порой причины различных аномалий просто невозможно объяснить даже после долгих исследований. Именно об этом мы и поговорим сегодня. Поехали! Большой одинокий дуг В южной части острова Ванкубер в Британской Колумбии идеальные условия для выращивания деревьев. Здесь много дождя, а климат довольно мягкий, но во всяком случае для Канады. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно здесь растут одни из самых высоких деревьев в мире. Известнейшие из них находятся в Аватар Гроув, небольшом охраняемом участке. Но если вы находитесь в этом районе, вы также можете отдать дань уважения большому одинокому дугу – огромной пихте Дугласа, который стоит в одиночестве. Большой одинокий дуг стал своего рода символом для защиты старовозрастных лесов в Британской Колумбии. Эта высокая пихта стоит одна посреди полностью вырубленного пространства и выглядит как настоящий гигант. 66 метров в высоту, почти 4 метра в ширину и почти 12 метров в окружности. Еще в 2012 году лесозаготовитель, работавший в этом районе, решил пощадить большого одинокого дуга. Почему – неизвестно. Возможно, почувствовал что-то. Но тогда он даже не подозревал, что это второе по величине подобное дерево в мире. Сегодня большой одинокий дуг находится под охраной, и его посетителям советуют даже не стоять рядом слишком долго, чтобы не повредить корням. Ведь это дерево не только очень большое, но и невероятно древнее. По подсчетам ученых, ему не менее 500 лет. Окаменевший колодец Когда-то давно то, что происходит в этом месте, считалось работой колдуньи матушки Шиптон. Она была английской предсказательницей и ясновидящей, которая будто бы сделала множество необычайно точных предсказаний, включая великую чуму в Лондоне, вторжение испанской армады и великий лондонский пожар. По легенде, матушка Шиптон родилась в Нейрсборо, Йоркшир, в пещере, сейчас известной как пещера матушки Шиптон. Рядом с этой пещерой находится скважина, которая, как считалось раньше, была проклята. Неудивительно, ведь все, что попадало в ее воду, превращалось в камень. Самое время вспомнить Гаргону Медузу и прочих персонажей, вызывающих окаменение. От посетителей жутковатой пещеры не было отбоя аж с 1630 года. Говорят, что это место является самой старой туристической достопримечательностью Англии. Однако ученые выяснили, что в свойствах источника нет никакой мистики. Вода, которая может за несколько месяцев превращать в камень самые разные вещи, вроде плюшевых мишек, шляп и других случайных предметов, оказалась богатыми минералами. Добавьте сюда естественный процесс испарения, и очередная жуткая легенда готова. Двойное дерево Косорца Между городами Грана и Косорца в Пьемонте, Италия, есть совершенно уникальное дерево. Вернее, два дерева, причем одно выросло на вершине другого. Местные называют природную аномалию Биальбера де Косорца, или двойное дерево Косорца. Она состоит из вишни, растущей прямо на вершине тутового дерева. Растения, которые выбирают в качестве места обитания другие растения, называют эпифитами. И в целом это не такая уж большая редкость. Но обычно они достигают небольшого размера и имеют короткую продолжительность жизни, поскольку, как правило, там не хватает питательных веществ и места для роста. Да и вообще вишня не ведет себя подобным образом. Судя по всему, когда-то давно вишневая косточка оказалась на вершине тутового дерева, например, при помощи случайной птицы. Затем эта косточка каким-то невероятным образом не только проросла, но и смогла достать корнями до земли через пол и ствол своего соседа снизу. В итоге вишня на вершине не только выжила, но и разрослась до вполне приличных размеров и почти ничем не отличается от обычных деревьев. Оба дерева слились воедино, но ветви раскинулись на 5 метров вокруг. И в результате возникло просто потрясающее зрелище. Электрический холм Казалось бы, из всех фундаментальных вещей в нашем мире гравитация самый надежный. Уж гравитацию-то точно никак не обмануть, даже если очень сильно пытаться. И в результате можно разве что набить себе пару шишек. Но на свете существуют места, где эта самая великая бессердечная гравитация дает сбой. Например, так называемый гравитационный холм в Шотландии. Чтобы подниматься на него, допустим, на велосипеде, не нужно прилагать никаких усилий, в то время как спуск потребует крутить педаль. Скажем сразу, к электричеству эта аномалия не имеет никакого отношения. Вообще, термин электрический остался с того времени, когда сломанная гравитация ошибочно считалась явлением, вызванным электрическим или магнитным притяжением внутри холма. Но в чем же секрет? Широко распространено мнение, что это таинственные магнитные силы приводят в движение транспортные средства или, наоборот, не дают им двигаться. Но похоже, что наклон дороги – это всего лишь оптический обман. Благодаря особенностям ландшафта создается впечатление, что вопреки силе земного притяжения предметы катятся вверх по склону холма, хотя на деле все происходит с точностью да наоборот. Кстати, в мире известно более сотни таких гравитационных холмов, и каждая из них – это всего лишь иллюзия. Пустыня Атакама Пустыня Атакама, расположенная в Южной Америке, считается одним из самых засушливых мест в мире. Даже полярные пустыни получают больше осадков, чем Атакама – в среднем 15 мм в год. Невероятно мало. Кроме того, пустыня Атакама, возможно, является самой старой пустыней на Земле. И в течение как минимум трех миллионов лет она испытывала крайний недостаток влаги, что делает ее самой древней и непрерывно засушливой областью на Земле. Большая часть пустыни состоит из каменистой местности, соленых озер и песка. В общем, абсолютно безжизненное на первый взгляд место. Но это только кажется. Несмотря на географические и климатические условия пустыни, здесь действительно богатая флора. Только представьте, более 500 видов растений были замечены в пределах Атакамы. Все эти виды характеризуются необычайной способностью адаптироваться к экстремальной среде и только поэтому выживают. Цветение Атакамы можно увидеть с августа по сентябрь, но точные даты, конечно, неизвестны. Все зависит исключительно от осадков, с которыми, как вы уже поняли, все довольно сложно. Но зато, когда пустыня начинает свисти, это похоже на настоящее чудо. Сенот Ангелита Под водой можно встретить самые разные диковинки. Остатки древних городов, затонувшие корабли, необычайных существ, свидетельства реальности инопланетян. Ну, если у вас все хорошо с фантазией, само собой. А еще под водой можно найти самую настоящую реку. Да, это не шутки. Достаточно только знать, где искать. Сенот Ангелита, расположенный в Мексике недалеко от города Тулум, представляет собой типичную карстовую воронку, достаточно глубокую для погружений. Это озеро, которое на самом деле является вертикальным колодцем с сужающимися к поверхности краями, на дне которого находится подводная река. Почти настоящая река с деревьями и листьями вдоль берегов. Но на самом деле странная аномалия не является полноценной рекой. Да ей ведь просто некуда течь. Такой эффект создается благодаря смешиванию соленой и пресной воды на глубине 30 метров. В результате реакции тут образовался толстый слой сероводорода, который и выглядит словно длинная текущая подземная река или облако, погрузившееся на дно. Глаз Идеально круглое озеро с плавающим внутри таким же идеально круглым островом случайно нашел пилот вертолета, пролетавший над местностью на юге Аргентины. Еще раз, это плавучий остров идеально круглой формы, который находится посреди озера. С высоты полета страшное образование напоминает глаз планеты, который внимательно следит за всем вокруг. Бррр, поблизости нет никаких населенных пунктов, а сама местность труднодоступна и почти непроходима. Поэтому о существовании озера и Глаза никто из внешнего мира раньше не догадывался. Местные жители, конечно, знали, но предпочитали не ходить к Глазу. И мы их понимаем. Энтузиасты, назвавшие остров Глаз, уверяют, что он плавает в озере и при этом вращается. Вода вокруг острова прозрачная и холодная. Говорят, что на старых снимках Google Maps от 2003 года остров уже был. Нет никаких доказательств того, что Глаз создан руками человека. Скорее всего, плавать ему помогают подводные газы. Но почему остров имеет идеально круглую форму, ученым выяснить не удалось. Звенящие камни. Обычно камни кажутся очень скучными. Из всего, что можно найти на нашей планете, серые булыжники выглядят максимально неинтересно и бессмысленно. Особенно сейчас, в век интернета. Но что, если камни могут петь? Некоторые камни называют звенящими, ведь при ударе они резонируют, как колокол. Многие ученые изучали поющие камни. Но никто толком так и не смог разобраться, почему же это все-таки происходит. В 1965 году геолог Ричард Фаас из колледжа «Лафаэт» забрал несколько камней в свою лабораторию для испытаний. Он обнаружил, что при ударе по камням появляется серия звуков на частотах ниже, чем человеческое ухо может слышать. Пение камней слышно только потому, что эти звуки взаимодействуют друг с другом. И хотя эксперименты Фааса объяснили природу звуков, мы до сих пор не знаем, почему же некоторые камни поют, а другие молчат. С такой аномалией можно столкнуться в самых разных уголках планеты. Остается только прислушиваться. Скала Аль-Наслаа. Да, на свете существует множество природных явлений, которые могут озадачить любого путешественника. Но все-таки закончить сегодняшнее видео мы хотим именно скалой Аль-Наслаа, расположенной в Саудовской Аравии. Этот огромный фрагмент горной породы, пожалуй, может считаться одним из самых фотогеничных в мире. А все из-за идеально ровной щели между двумя частями скалы. Многие люди, увидевшие Аль-Наслаа, думают, что такой разрез мог появиться только из-за действий человека, а может какого-нибудь иного разумного существа. Согласитесь, мысль об этом по-настоящему завораживает. Согласно исследованиям ученых, местность рядом с Аль-Наслаа была заселена более тысячи лет назад. Можно даже отыскать петроглифы в некоторых частях камня. Когда-то давно мимо огромного камня проходили торговые пути, а рядом кипела жизнь. Но сегодня компанию ему составляют в основном археологи. Но что же все-таки заставило Аль-Наслаа расколоться? Да еще и сделать это настолько ровно. Тысячи лет назад люди еще не знали лазеров. Что ж, если верить ученым, дело было примерно так. Из-за процессов в глубине планеты Земля под камнем немного сдвинулась, а он, как и сейчас, в то время стоял на двух опорах. В результате этого порода раскололась на две части, либо подземное движение расширило уже существующую трещину в неоднородной массе скалы. Но почему разлом такой идеально ровный? Увы, это пока остается тайной. Эй, хватит лениться, пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны! Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!